Всем привет, меня зовут Маша, и в этом видео я буду учиться краситься с помощью ТикТока. Перед этим поставьте, пожалуйста, лайк под видео, для меня это очень важно, и это поможет продвинуть это видео. Параллельно проверке туториалов из ТикТока я буду тестировать косметику из Магнит Косметик. Первый туториал выглядит вот так, он нам поможет скрыть прыщи. У меня сейчас, к счастью, прыщей нет, но вот специально, видимо, для этого видео выскочил один, и вот тут что-то у меня намечается, какое-то красное пятно. И для этого нам потребуется консилер, и нам нужно нанести на красные участки. У меня этот консилер уже кончается, он у меня от бренда Катрис, но он такой средней плотности, надеюсь, он подойдет, и мы довольно жирненько замазываем наши прыщи. Окей, также немножко тут у меня такое пятнышко на лбу. Ну, в принципе, я не думаю, что это прям какой-то именно туториал, мне кажется, большинство людей так делают, но меня заинтересовало это видео тем, что она сначала замазывает прыщи, и потом уже наносит тональное средство. Обычно я делаю наоборот, поэтому именно это я и хочу проверить, как это вообще в принципе будет работать, но мне кажется, будет работать, потому что, блин, будет странно, если это не будет работать. Я вроде бы замазала все, что у меня есть, красное. Теперь мы будем немножко ждать, когда это все схватится. Я также делаю обычно с консилером, чтобы он был более сухой, не знаю, как объяснить. Консилер впитался, теперь я немножко растушевываю по краям кисточкой. То есть у нас сам прыщ должен быть максимально плотно запечатан, но при этом сливаться с тоном кожи. Так, ну, пока все выглядит хорошо. Теперь мы с вами будем замешивать тональное средство. Я нашла вот это видео, которое поможет нам создать эффект сияющей кожи. Это сейчас не супертренд. Я немножечко запоздала с этим, но ладно, мне все равно интересно. Я люблю матовый тон, но интересно попробовать, что получится. Нам нужно любое тональное средство и жидкий хайлайтер. У меня один есть. Выглядит он вот так. Это у меня от бренда Evelyn. У меня постоянно проблемы с ударением, поэтому я не знаю, как правильно люди в комментариях всегда умнее меня. Я его не очень люблю. Я его использовала раза два. Он вообще не работает, он вообще не блестит. Хотя в магазине он блестел по пробнику. Пробник был потрясающий. Но вот это лежит у меня уже, я не знаю, сколько времени. Нам нужно смешать тональное средство, любое. И буду делать это на руке. Хайлайтер. И сам тон. Тон немножко смугленький, но он просто средней плотности, поэтому я его беру. Плюс мне его не очень жалко. Вот так вот это выглядит. Просто мешанина. И параллельно я буду пробовать наносить это силиконовым спонжиком. Я ни разу такой не использовала. Выглядит он действительно как силикон. Очень приятно на ощупь. Давайте смешаем это все этой штуковиной. Блин, ну тон, конечно, желтоватый, темноватый, но мы это скорректируем, если что. Пока я никакого сияния не вижу у себя на руке. Но посмотрим, как это будет на лице. Возможно, у меня хайлайтер, опять же, не очень. Но у меня другого, к сожалению, нет. Есть только брать тени, но тени это уже немножко странно. Окей. Давайте нанесем. Очень странные ощущения. Я, кстати, еще не пробовала наносить тональные средства кисточкой. Хочу попробовать. Насколько это норм? Как-то, не знаю, мне спонжиками привычнее. Чувствую, как плохо нанесется все. Но такие спонжики легче мыть. Это значит, в них не будут размножаться бактерии. И он не будет съедать тональные средства. То есть это намного экономнее. Поэтому у этой штуки есть плюсы. Но пока... Выглядит все очень-не очень. Я не знаю, что я делаю неправильно. Я просто стараюсь жмякать и распределить. Под глазами наносить неудобно, потому что эта штука, хоть и силиконовая, но она очень твердая. Плюс у меня очень много тоналки осталось. Потому что по привычке я многовато нанесла. Мне страшно смотреться в зеркало. Оно не наносится. Нормально. Я не знаю, оно забивается очень сильно в поры. Все подчеркнуло. Это не советую. Нет, это... Нет, нет, нет. Пойду смочу спонжик и нанесу по привычке спонжем. Это просто ужасно. Я смочила спонж. Так мне будет по привычке наносить. И влажный спонж, он убирает излишки очень хорошо. Поэтому, в принципе, его и используют обычно. Ну что, тон лег очень тонким слоем. Я бы, наверное, его уплотнила. Поэтому я немножечко нанесу побольше. Ну, кстати, тон, вот этот у меня от Estrade, в оттенке 14. В принципе, он мне немножко подходит, но он для меня немножко все-таки рыжит. Он такой, знаете, более медовый, что ли, цвет загара. Так как я не загораю, мне не нравится загарная кожа, для меня это не очень подходящий тон. Но он не подчеркивает шелушений и ложится довольно приятно. Прыщи действительно не супер заметны. Мне почему-то кажется, что так лучше. И прыщи не видно. Смываю все эти остатки. По поводу сияния. Ну, кожа действительно сияет. Но я не могу сказать, что это прям вау. Потому что, в целом, тональные средства можно найти. Которые с влажным финишем или, наоборот, матовые. Поэтому, не знаю. Это прикольно, если у вас там тональные средства одно, и у вас только матовый финиш. А вы хотите сделать себе сияющую кожу. Не могу сказать, что это как-то вау, как сияет. Но, возможно, это зависит именно от хайлайтера. Если у вас супер красивый светящийся хайлайтер, это будет круто работать. Но я не могу сказать, что как-то у меня супер сияет кожа. Пока я ставлю этому, наверное, дизлайк. Но если у вас есть консилер потом кожи, потом тонального средства, то будет выглядеть, в принципе, что как. И на тональные средства, и под тональные средства. В общем, без разницы. Теперь будем учиться красить брови. У меня с бровями всегда проблемы. Мне проще просто их. У меня спряталось солнце. Спасибо! Резко так потемнело. У меня проблемы с бровями. Я не умею их красить. И обычно я просто прохожусь гелем по их настоящей форме. Я, наверное, зря их не пощипала перед этим видео. Потому что у девушки на видео очень красиво оформлены брови сами по себе. Ну, изначально хорошая, ровная форма. Поэтому я не знаю, чем я думала. Начнем с мыла для бровей. У меня оно есть. Я им редко-редко пользуюсь. Точнее, пользовалась им год назад. Когда оно у меня появилось. Это мыло от Beauty Bomb. Оно, в принципе, неплохое. Но мне гелем для бровей намного удобнее. Итак, для начала берем с вами мыло. Смачиваем его водой. Берем щеточку. Кажется, я много воды добавила. Ну, ладно. Изначально, я думаю, лучше пройтись муцеляркой. Чтобы не было тонального средства на бровях. Я, опять же, не знаю. Вот вы как делаете брови? Перед нанесением тона или после? Многие советуют перед нанесением тона. Чтобы не было белого на бровях. Чтобы их лучше зачесать. Так удобнее. Но я пробовала и так, и так. И мне не так, и не так не получается. Если я наношу сначала гель, а потом тональное средство. То у меня брови потом просто в тональном средстве. Я их начинаю стирать. И стираю гель для бровей. И выглядит все странно. Мне привычно все-таки на тональное средство уже красить брови. Зачесываем их мылом. Блин, у меня реально все в мыле. Ну ладно, сейчас попробую все это потереть. Но у меня стирается и тональное средство. Ну ладно. Она потом там вроде бы консилером проходится. Поэтому я думаю, это не страшно. Теперь нужно дождаться, когда высохнет. Как я понимаю, это мыло. Мне почему-то мыло не нравится. Ну, типа, не знаю. Как будто бы это не суперудобно. Нужно пачкать кисточку. Потом ее мыть. Вот эту вот жижу какую-то тут разводить. Какую-то тут разводить. Как будто бы что-то из прошлого. Знаете, когда туши в таких баночках были. Я так говорю, как будто бы я жила в то время. Нет. Давайте так. Пока брови сохнут, будем делать контуринг носа. Вот по этому видосу. Там девушка делает коррекцию. Немножко странно. Я видела подобное уже в проверке лайфхаков. Но решила все-таки взять попробовать. Я думаю, сначала лучше припудрить нос. Потому что сухая коррекция наносится на пудру. Насколько я знаю. Наносить я буду только на нос. Потому что другая коррекция у нас будет кремовая. Окей. Ой, главное не чихнуть. Сухой контуринг у меня один. От бренда Ксикси. Очень красивый контуринг. И наносим на весь нос. Он у меня не супер темный. Он такой холодный, коричневый. Очень натуральный. И мы замазываем весь нос. Выглядит очень странно. Я не знаю, зачем так делать. Это очень сильный расход, как мне кажется, продукта. Это неэкономно. И не знаю. Мне понравилось это видео тем, что девушка говорит, что у нее нос с картошкой. Я тоже считаю, что у нее нос с картошкой. Так что мы нашли друг друга. Теперь мы берем с вами консилер. И мы делаем полоску на носу. Мне это удобнее, наверное, сделать все-таки тонкой кисточкой, а не штучкой из баночки. Иногда так странно разговариваю. Я извиняюсь, правда. Беру консилер и тонкую линию рисую. Главное, чтобы она была ровной. Вроде бы не очень ровная. И также прокрашиваю спинку носа. Ой, это не спинка. Ну, короче, пазухи носа тоже прокрашиваем консилером. Теперь мы тушуем все это. Мне кажется, я сделала что-то неправильное. Не знаю, что конкретно. У меня очень толстая вот эта линия получилась. Но согласитесь, проще нарисовать просто две линии, чем ровную линию на переносице. Хотя, возможно, только у меня такая проблема. Я не знаю. Ну ладно, я подправлю, потому что я, видимо, рукожопая немножко. И у меня получилось очень-очень странно. Я, если честно, не уверена, что это выглядит как-то лучше, чем я делаю это обычно. Не знаю. Девушка нам обещает милый маленький носик. Но стал ли он меньше? Нет. Стал ли он грязным? Да. Определенно, да. И мне не нравится. Выглядит очень странно. Я не знаю. Блин, обычно я как будто бы, когда делаю контуринг, у меня выходит чуть получше. И без всей этой грязи. Ну реально, блин, у меня вот тут какое-то пятно на ноздре. Что происходит, я не знаю. Я причем не знаю, это на камере вообще видно. Просто смысл замазывать весь свой нос, чтобы потом сидеть и пытаться закрасить эту хрень, которую мы натворили. Блин, я не знаю, как это исправить. Правда. У меня нет цели сделать плохой макияж. Но я не знаю. Ладно, оставим как есть. Переходим с вами к бровям. Они все еще какие-то липкие. И все разлохматились, потому что у меня довольно активная мимика бровями. Я их постоянно поднимаю. И они распушились. Я немножко пройдусь гелем для бровей, чтобы подправить хотя бы кончики, потому что, блин, у меня все развалилось, разлохматилось. Я их сделала чуть тоньше своей формы. И так, мне кажется, выглядит лучше. Далее девушка прокрашивает это все карандашом. У меня не так много карандашей для бровей. Пускай будет вот этот карандаш. Он плюс-минус подходит к моему цвету волос, который у меня сейчас. Он русый-коричневый. И она аккуратненько подводит нижнюю часть брови и заполняет все пропуски. По-моему, они выглядят так же, как я их обычно. Крашу. А крашу я их обычно, вот как придется. У меня есть еще вот такая вот щеточка. По идее, она растушевывает. Но обычно я наношу сначала карандаш, а потом гель для бровей. Оставим брови так. Теперь нам нужно нанести консилер и растушевать его. У меня консилер немножко желтоватый, у девушки более светлый, но я думаю, это не испортит нам макияж. Самое главное снизу подвести. Ну вот так получилось. И далее. Какой-то она такой пушистенькой кисточкой это делает. Ну, в принципе, вышла довольно-таки, знаете, аккуратно и даже неплохо. Я не уверена, что я буду делать так постоянно, потому что как-то это что-то слишком уж запарно, если честно. И не уверена, что это выглядит прям намного лучше, чем я обычно делаю брови. Если я постараюсь, конечно. Но не знаю. Но фишка с консилером, честно, прикольная. Она делает более чистый макияж, что мне, в принципе, нравится. Сейчас мы с вами будем делать хайлайтер по вот этому видео. Девушка смешивает обычное тональное средство и добавляет туда блестящие тени любого оттенка. Я хочу сделать какой-нибудь холодный хайлайтер. У меня есть как раз очень красивые сияшки, поэтому давайте пробовать. Для этого подойдет какая-нибудь ненужная палетка теней, потому что мы ее будем портить. У меня есть две палетки от Vivienne Sabo. Она уже просрочилась. И тут очень много прикольных сияшек, но я ее не использую по назначению, само собой, потому что порченой косметикой пользоваться. Не знаю, я побаиваюсь. Возьму вот такой вот. Она такая зеленовато-холодная. Возьму не тональное средство, а сам хайлайтер, который вот этот вот. Все-таки его нужно же как-то тратить. Шкрубываем маленькую кисточку. И вот так буду елозить. Окей. Ладно, я немножко высыпала. И смешиваем. Должно получиться просто невероятно блестяще. Выглядит как кремовые тени. Но это приколдесс, честно. По факту вы можете сделать из обычных теней кремовые тени, просто смешав их с консилером, например, или с базой под макияж. Как вам? Ну, выглядит прям, конечно, да. Интересно. Я не знаю, на нос. Офигеть. Ну, в жизни очень видно. Вы видите? Обалдеть. Это же офигенный хайлайтер. Это же... Я не знаю. Ну, он, конечно, серый, но я такой оттенок просто выбрала. То, куда его девать? И он по итогу одноразовый получается, что ли. Но у этого хайлайтера есть определённые плюсы, но есть и минусы. Потому что его остаётся довольно много. Как бы вам показать. И просто... Ну, сверкает. Очень красиво. Далее с вами будем делать контуринг вот по этому видео. Для начала нам нужно нанести сюда вот консилер. Консилер у меня, кстати, новый. Я впервые в жизни купила себе персиковый консилер. У меня от Estrade. Точнее, это корректор написано. Ну, я не знаю, есть ли разница. У меня оттенок персиковый 53. Консилер мы будем наносить вот по этому видосу. Где девушка наносит его вот сюда и говорит, что отлично скрывает синяки под глазами. Что, в принципе, мне и нужно. Он реально прям персиковый. И параллельно будем с вами делать коррекцию лица. Делаем линию из консилера. Наносим с вами наш хайлайтер. Такой же линией. Румяна. Я их тоже выдавлю на руку. Нанесу ватной палочкой. Я не знаю, просто я потеряла свою кисточку. Вот так вот как-то. И берем с вами корректор. Я не очень понимаю, как она определила, что у всех одинаковое должно быть расстояние вот в этой части. Ну, ладно. Теперь нам остается только то, что нужно вот это вот растушевать. Тушует она это все тупо спонжиком. Я не знаю, насколько это верное решение. У меня спонжик порван и не обращайте внимания. Он такой продавался. Начинает она как бы с консилера. И постепенно как-то это все у нее так и девять. Идеальная тушевка. Ну, как вам? Консилер я в уголке растушую маленьким спонжиком. Ну, как будто бы ситуация под глазом стала лучше, но я не уверена. И на щеке какое-то пятно. Как будто бы маловато румяна, хочется почетче коррекцию. Как будто бы это слишком натурал. И не знаю, мне не очень понравилось, если быть честной. Я побольше румян просто нанесу вот сюда тоже хочу добавить. Я просто люблю румяна. Какой смысл жить без румяна? Ну, скажите. Хайлайтер. Ой, что-то у меня тут тоже румяна попали. Это, конечно, весело все, но это какой-то детский сад, если быть честной. Не знаю. Я такое не очень люблю. Хотя это и, типа, прикольно. Но, не знаю, снять видос на миллион, конечно, прикольно. Я добавляю дополнительно хайлайтер. Минус этого хайлайтера в том, что, ну, это, конечно, на любителя, но в нем крупные блестки. То есть прям видно частички, не видно, что кожа светится изнутри, и все такое натуральное. Но мне такое, в принципе, нравится. Я не вижу в этом ничего плохого. Лайфхак вот с тенями мне понравился, точнее, с хайлайтером. Это выглядит приколдесно. Реакция неплохая, если добавить побольше румян, либо сделать пожирнее полоску. Ну, это на мой вкус. По итогу вышло неплохо. Это как будто бы даже сокращает твое время. То есть ты все сразу наносишь и сразу же все вместе тушуешь. И, наверное, не знаю, в принципе, прикольно, но я бы не сказала, что это вау, это круто. Не знаю. Теперь нам нужно это все зафиксировать. Я думаю, продублировать побольше консилера. Конечно, лучше не перебарщивать, чтобы сам консилер не забивался в складке. На самом деле кожа мне нравится. Такое бывает нечасто. Тем более, если у меня с кожей какие-то проблемы. Но, блин. Из этого прыщика так хочется, знаете, мушку себе сделать над губой. Пришло время тестировать новую палетку. У меня на канале есть целое большущее видео про все мои палетки, где я все показала, сводчи сделала. И это пополнение. Я долго думала, надо мне или нет. Это палетка от Evelyn. Палетка теней. 12 тонов. Купила я ее по скидке. Это у нас улыбка радуги. Тут еще должна идти кисточка в комплекте. Она нюдовая, но с фиолетовым. Я не очень люблю фиолетовые тени, но мне так понравились бестяжки, сводчи. Это было что-то невероятное. И все в засвете. Ну, ладно. И есть зеркальце, что плюс для палетки, потому что можно удобно наносить, брать одновременно, краситься. И, ну, кисточка, конечно, не супер мягкая, но норм. Знаете, нормально за 500 рублей получить палетку, еще и кисточку двухстороннюю, которая, ну, подходит, в принципе, для теней. И очень красивая. Ну, очень красивая цвета. Мне очень понравилась. Очень красиво. И давайте повторять туториал из этого видео. Девушка наносит сначала, получается, матовые тени, потемнее, посветлее. И уже к уголку глаза переходит сияшкой. То есть делает классику, я не знаю, из года 2018-х, наверное. Но мне показалось это интересно. И наносить лучше на скотч. То есть вот сюда наносится скотч. Самое главное, перед тем, как будете наносить его на кожу, лучше его приклеить на руку. Ну, вот как-то вот так. Будем наносить сначала темно-коричневый. Я буду брать прямо пальцем. Далее берем посветлее коричневый. Я не знаю, вот этот фиолетовый пускай будет. Он вроде не супер темный. И, наконец, берем вот эту красивую сияшку. Такую розовую, мерцающую. Я практически ради нее и брала эту палетку. Скажу честно. Ну что, тушуем? Оно реально тушуется. Офигеть. Ладно, выглядит ужасно, окей. Хочется продублировать вот этот красивый лавандовый. Он, кстати, набирается даже кисточкой, что редкость для блестящих теней. Обычно их либо такими специальными, как спонжиками наносят, либо пальцем, как я обычно делаю. А тут очень даже неплохо наносится просто кисточкой. Палетка очень красивая. Мне очень нравится. Но, опять же, она не на каждый день. Есть беленькие. Можно, кстати, в него немножко втушевать. Я довольна своей покупкой. И, мне кажется, оправдывает вот эти 500 рублей, что я потратила на нее. Наверное, за 1000 я бы не купила, но 12 оттенков. Очень прикольных. Но она пылит. Мы сегодня тестим еще дополнительную косметику. Я купила два хайлайтера. Один от Vivienne Sabo. Второй от Stellar за 120 рублей. Они были по скидке в Magnet Cosmetic. Давайте с вами их откроем и посмотрим, что же нас там ждет. От Stellar в оттенке 01 розовый жемчуг. Должно быть что-то красивое. Вау, очень приятная матовая упаковка. Он в формате карандаша. Ой, а знаете, очень даже... Но мне нравятся такие форматы карандашей. Это удобно. Особенно вот наносить на нос, например, куда-нибудь. Довольно неплохой, но средний. За 100 рублей нормально. И давайте попробуем от Vivienne Sabo. Это оттенок тоже 01. Ой, ну это вообще не очень. Его даже не видно. Вот он снизу. Похож на обычные кремовые тени, но тени от Luxe Visage. В похожем оттенке у меня есть они намного лучше. Я хочу немного затемнить нижнюю часть глаза. Следующий туториал выглядит вот так. Можно нарисовать стрелки обычными тенями. Можно сделать их более яркими по оттенку. Давайте тестим. Сначала нам нужно смочить кисточку. Я возьму коричневый. И рисуем стрелку. Ой, как все поспалось. Надо было посильнее смачивать. Ну, чуть поярче. Это опять же зависит все от самих теней. Но в принципе, да. Стрелку нарисовать возможно. У меня есть два карандаша от Beauty Bomb. Один в коричневом оттенке, второй в белом. Это же для глаз? Да, карандаш для глаз. Будем рисовать коричневым. Нам нужно нарисовать небольшую такую стрелку. Ой, а что он какой острый? Он вообще не мягкий. Может его подтопить кожей? Но пока... Ой, он очень не мягкий. Очень неприятно и больно рисовать им навеки. Это минус. И нам нужно вот так провести направляющий. В принципе, получается. Но из-за того, что карандаш твердый, он довольно тусклый. Но эффект получился явно лучше, чем у теней. У меня весь этот лоб коричневый. Понравился, в принципе, оттенок. Вот он. Ну, типа, довольно неплохой. Но навеки рисовать труднее, чем на руке. Поэтому карандашам дизлайк. Не зря они стоили не так дорого, как обычно стоят карандаши для глаз. Но давайте проверим белый карандашик. Выглядит он примерно так же. Рисует. Норм. Давайте немножко уголок. Подправлю стрелки обычным маркером. Потому что что-то мне не очень нравится, что получилось при помощи теней. Ее немножко подправила. Не очень ровные, но ладно. Как исправила, так исправила. Следующий лайфхак у нас будет с ресницами. Для начала нам потребуется керлер. Мы им будем выпрямлять наши ресницы, а не закручивать. Этот туториал довольно-таки старый. Это скорее даже не туториал, а лайфхак. Но он работает. Поэтому давайте пробовать. Мы переворачиваем керлер и прислоняем к нашим ресницам, как обычно. И выпрямляем их. Ау, главное их не выдрать. Они у меня смотрят прямо. Обалдеть. Это выглядит супер странно. И теперь мы переворачиваем керлер и подкручиваем ресницы, как обычно мы это делаем. Не знаю, насколько получилось, но вроде подкрученные. Теперь нам необходимо просто смочить ресницы водой. Я не знаю, что это будет. Как это вообще влияет. Вода, ресницы. Звучит немного странно. Прокрашиваем аккуратно. Прокрашиваем аккуратно наши ресницы. Теперь нам нужны щипчики. Мы их пачкаем в туши. И мы объединяем ресницы в пучочки. Делаем это на концах. И у меня не получается. Ну, не знаю. Как-то я уже пробовала что-то подобное. Только без керлера. Но, блин, не знаю. Как будто бы результат именно на моих глазах. Это выглядит как-то странно. Не знаю, видите ли вы разницу. Мне не нравится. Это не мое. И выглядит не так, как будто бы, как я хочу. Для чего на ресницах вода? Я, если честно, не очень поняла. Переходим к губам. Итак, нам нужно припудрить наши губы. Специально для этого видео взяла темно-коричневый карандаш. Потому что у меня... Ну, они есть, но они не прям темно-темно-коричневые. А вот этот, очень даже темный. Это у меня Art Visage в оттенке 45. Натуральный коричневый. И нам нужно нарисовать контур губ. Возможно, звук станет хуже. Я просто... У меня уже садится телефон. И мне пришлось вставить вместо микрофона зарядку. Окей. Я немного растушевываю. И наношу помаду. Взяла от Stellar в оттенке 04. Карамельная мечта. У меня очень много коричневых помад. Кстати, видео про помаду у меня тоже есть. Какая она нежная. Просто нежнейшая. Ну что, вот такой конечный результат у меня получился. Пишите в комментариях, как вам. Мне кажется, получилось довольно-таки неплохо. Могу заценить палетку для глаз. Карандаш и помаду для губ. Мне очень понравилось. Пишите в комментариях, как вам. Буду очень рада. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok